С момента исчезновения динозавров прошло 50 миллионов лет. Это время развития более мелких животных, в том числе и мелких млекопитающих, которые постепенно росли в количестве и видах, пока не стали преобладающей группой животных в эпоху миоцена, сильно разнообразясь благодаря климатическим изменениям. Планета Земля продолжает менять свой облик, поскольку континенты продолжают дрейфовать к своему нынешнему положению, причем Африка, Аравийский полуостров и Индия в этот период продолжают двигаться на северо-запад. С течением времени сначала произошло глобальное похолодание, которое уменьшило способность атмосферы поглощать влагу климатическим следствием, чего стало увеличение засушливости. На планете Земля постепенно происходит общее повышение температуры на 5 градусов Цельсия выше нынешних температур, явление, известное как климатический оптимум миоцена. Африка раскалывается на две части, в результате чего фауна континента оказывается изолированной, а обезьяны, среди многих других животных, страдают от последствий природной катастрофы. Начинает формироваться великий рифтовый разлом, в западной части которого возникает горный хребет длиной в сотни километров, который препятствует прохождению влажных течений из Индийского океана, поэтому дожди не достигают внутренних районов континента. Верхний период миоцена вызвал сокращение тропических дождевых лесов по всему региону, что также привело к значительному сокращению лесов, поскольку количество осадков становилось все более скудным. Эти новые климатические и аэрографические условия существенно повлияют на косистемы и, следовательно, на жизнь на западной стороне, где животная фауна этой территории разделена на две части, ту, что обитает в саванне, и ту, что обитает в лесу, с совершенно разными условиями и стратегиями адаптации. Те, кто живет в саванне, страдают от потери древовидной среды, в которой они развивались и которая обеспечивала им защиту и легкость добывания пищи, что увеличивает жизненный стресс. Как и животные, растения также должны были адаптироваться к этим изменениям, и важно отметить, что, хотя некоторые виды исчезли, большая часть животных и растений, существовавших в миоцине, сохранилась до наших дней. И именно в этом контексте, примерно 10 миллионов лет назад, когда странное млекопитающее, которое мы назовем общим предком и которое жило на деревьях, начало спускаться на землю простым способом, и с помощью коротких путешествий, чтобы исследовать новую территорию, что в течение миллионов лет ознаменовало бы начало постепенной эволюции. Наша история начинается между семью и шести миллионами лет назад, до астролопитиков, первых. Гоминидов в нашей родословии Приблизительная высота – 150 сантиметров Приблизительный вес – 70 килограммов Эра – Миацин Возможное место обитания – болотистые участки Где найдена – Чад, Африка Год открытия – 2001 Здравствуйте, позвольте представиться, я – Сархел Энтропрс Чеденсис Название происходит от Сархел – региона, где я был обнаружен, и от Энтропрс, что по-гречески означает человек Меня зовут Тумой, по крайней мере, так меня окрестили мои первооткрыватели Тумой на языке канури в Сахеле, где меня открыли, означает надежду на жизнь, потому что так называют детей, родившихся в сухой сезон Мне приблизительно 6-7 миллионов лет Для большей информации скажу, что я принадлежу к периоду, называемому миссинским или миссинианским Это относится к последней эпохе или этажу миоценовой эпохи, которая охватывает период между 7 миллионами 246 тысячами лет и 5 миллионами 332 миллиардами лет Объем моего черепа составляет примерно 300 кубических сантиметров Что очень похоже на объем черепа современных шимпанзе, а мой рост составлял 1 метр и 20 сантиметров при приблизительном весе 70 килограммов Я – вид гоминид, который сейчас вымер У меня нет связи с другими ранними гоминидами, но, тем не менее, я очень близок к гоминидам Мои ископаемые останки были найдены в пустыне Джураб вместе с 9 черепными и посткраниальными останками, принадлежащими 6 представителям моего вида Судя по положению черепа по отношению к телу, у меня было попеременное двуногое положение, потому что затылочная впадина, куда вставляются позвонки, и ее положение в нижней части черепа указывает на то, что я был двуногим То есть, время от времени я вставал на задние лапы, чтобы посмотреть на горизонт, хотя это было на очень короткие промежутки времени Географические особенности местности, где я жил 7 миллионов лет назад, в так называемый миоценовый период, были не такими, как сейчас Я жил возле древнего озера Мегачат, где был лес, река и лесистая саванна Что касается окружающей меня фауны, то были найдены тысячи окаменелостей позвоночных, включая слонов, жирафов, антилоп, бегемотов, крокодилов, ящериц, обезьян, рыб и диких кабанов Я питался фруктами, семенами и коренями, дополняя свой рацион мелкими животными, поскольку, согласно морфологии моих зубов, они не позволяли мне есть очень твердую пищу, так как зубы у меня маленькие Там, где я был найден, не было обнаружено никаких предметов или инструментов, связанных с моим существованием, что означает отсутствие свидетельств культурных ценностей Хотя я мог использовать очень простые инструменты, похожие на те, которыми пользуются современные шимпанзе, такие как камни или немодифицированные палки, и использовать растительные материалы Но факт или вероятность того, что у меня было двуногое состояние, также предполагает, что, когда я ходил с поднятыми вверх руками, мои руки были свободны, чтобы использовать их для какой-то опоры или помощи Нет никаких свидетельств культурных следов, но мой вид мог использовать простые инструменты, похожие на те, которыми пользуются современные шимпанзе, включая немодифицированные камни или палки и другие растительные материалы очень простой манипуляции Приблизительная высота – 140 сантиметров Приблизительный вес – 50 килограммов Эра – Миссинская, Поздний Мяцен Возможная среда обитания – сухой вечно зеленый лес Сайты – Чибоид, Капсамин, Капчеберик, Арагай, Кения, Африка Год открытия – 2001 Здравствуйте, позвольте представиться. Я – Арарентугененсис. Меня также называют человеком тысячелетия. Потому что я был найден в 2000 году Имя Арорен означает первобытный человек на языке тугенов Атугенинсис Потому что мои окаменелости были найдены на холмах Туген в Кении Мне приблизительно от 6,1 до 5,8 миллиона лет Что соответствует периоду миоцена А точнее миссинскому периоду позднего миоцена Мой вид вымер На месте, где меня обнаружили, было найдено в общей сложности 14 фрагментов, принадлежащих группе из 6 человек, неизвестно, были ли они мужчинами или женщинами Известно только, что один из них мог быть очень маленьким ребенком из-за размера его зубов Также на одном из найденных фрагментов бедренной кости есть два следа, которые могут соответствовать следам от клыков крупного хищника Это означает, что один из моих товарищей по группе мог быть выслежен и съеден большой кошкой Мои первооткрыватели считают, что я принадлежу к роду людей И утверждают, что я отличаюсь от рода австралопитеков Поэтому меня считают прямым предком австралопитеков и, следовательно, предком людей Мой рост составляет приблизительно 1 метр 40 сантиметров Размер моего мозга неизвестен, поскольку в черепе нет материала для измерения объема черепа Но, по оценкам, он составлял от 320 до 380 кубических сантиметров Полость, в которой встречаются продолговатый мозг и энцефалон, овальная, а не округлая, как у приматов И по этой причине предполагается, что я был двуногим Аналогичным образом, длина и форма плечевой и бедренной костей А также сочленения с тазом свидетельствуют о том, что я был двуногим Хотя и сохранил способность лазать по деревьям У меня небольшой зубной ряд с маленькими клыками и довольно крупными малярами Очень похожий на человеческий, что указывает на то, что у меня была всеодная диета, богатая белком Основу моего рациона составляли фрукты и, возможно, муравьи и другие насекомые Я жил в открытом лесу, где было много деревьев Нет никаких доказательств наличия специфических культурных атрибутов Однако, возможно, я использовал простые инструменты, похожие на те, что используют современные шимпанзе Такие как ветки, палки и другие легко манипулируемые растительные материалы А также немодифицированные камни Здравствуйте, я Орди Питик Кадаба И мое имя происходит из языка, афрар, который является местным языком того места, где я был найден Так что Орди означает почву И это в сочетании со словом греческого происхождения Питыкус, означающим обезьяну И Кадаба, означающим древнейшего предка Вместе составляют мое полное имя Мне примерно 5,8 дефис 5,2 миллиона лет, что соответствует периоду миоцена А точнее, миссинскому, периоду позднего миоцена Мой вид вымер В период с 1997 по 2000 год на территории современной Эфиопии были найдены образцы Принадлежащие пяти представителям моего вида Включая зубы, челюсти, кисти рук, пальцы ног, руки, ключицы, зубы и челюсти Позже в 2002 году в районе Асакома В среднем оваше были найдены 6 зубов Которые благодаря своим особым характеристикам заставили исследователей предположить Что я принадлежу к новому виду, а не к подвиду Ardipeters Remorders, как считалось в начале Таким образом, я являюсь звеном в переходе от шимпанзе к Ardipeters Remorders Более позднему виду Australopithetus и первому виду Rodehama Мой мозг имеет объем черепа на уровне современных шимпанзе У шимпанзе объем черепа составляет от 320 до 480 кубических сантиметров Что касается моей формы и размера, то, судя по ископаемым останкам, я похож на современных шимпанзе Рост взрослых особей которых в вертикальном положении составляет от 1,5 до 1,7 метра Самцы в дикой природе весят от 34 до 70 килограммов, а самки – от 26 до 50 килограммов Костная структура пальцев ног указывает на то, что я мог быть двуногим Мои моляры больше, чем у шимпанзе, однако мои нижние клыки и верхние премоляры похожи на моляры гоминид Большие задние моляры и более узкие резцы позволяют предположить, что в моем рационе помимо фруктов и листьев присутствовали и другие волокнистые продукты, такие как орехи Я жил в месте, где были леса и луга с озерами, болотами и родниками Нет никаких доказательств наличия специфических культурных атрибутов Однако, возможно, я использовал простые инструменты, похожие на те, что используют современные шимпанзе, такие как ветки, палки и другие легко манипулируемые растительные материалы, а также немодифицированные камни Здравствуйте, я Орди Питекрс Ремордрс Орди означает почву, Питекус по-гречески означает обезьяну, Арамит означает корень на амхарском языке того места в Эфиопии, где я был найден Но я предпочитаю, чтобы меня называли Орди Мне 4,4 миллиона лет, что соответствует периоду плеоцена, начавшемуся 5,33 миллиона лет назад и закончившемуся 2,59 миллиона лет назад, точнее, занклистскому, периоду В этот период средняя глобальная температура, возможно, была примерно на 3 градуса Цельсия выше, чем сегодня Это было время значительных изменений в плане биоразнообразия, как ботанического, так и зоологического, поскольку растения и животные начали расселяться по разным регионам, сдерживаемые климатическими условиями В этот период также произошли значительные изменения в распределении водных масс, примером тому может служить бассейн Средиземного моря, который вновь заполнился водой из Атлантического океана, завершив тем самым так называемый соляной кризис мизилиального периода На эволюционном древе я помещен в семейство Хаминидей, в подсемейство Хаминини, в одно место с Хелэнтропрс и Тугенесис Однако моим ближайшим предком является Арди Петркс Кэдебр Есть предположение, что мой вид является прямым предком Австралопитика Согласно этой гипотезе, я являюсь последним общим родственником между людьми и шимпанзе Мой вид вымер Из-за местонахождения окаменелостей исследователи считают, что я жил в районе долины, а ваш – в Эфиопии, но окаменелости также были найдены в Кении, которые могли принадлежать другим представителям моего вида В 1992-1993 годах было найдено несколько максил, позже в 2005 году сообщалось, что в Ас-Дума на севере Эфиопии были обнаружены останки по меньшей мере девяти особей Позже, в 2009 году, в долине Афар были обнаружены новые ископаемые останки, где было найдено 235 останков по меньшей мере 36 моих собратьев После обнаружения моего почти полного скелета многие сомнения относительно моего вида были разрешены Например, форма верхней части моего таза указывает на то, что я был двуногим и ходил с прямой спиной Но тот факт, что большой палец, также называемый противопоставляемым пальцем моих рук и ног, был отклонен внутрь, показывает Что я должен был ходить на внешней стороне стопы, и что поэтому я не мог ходить на большие расстояния Еще одним фактом в этом отношении является то, что свод стопы у меня не выражен, что также указывает на то, что мне было бы трудно ходить вертикально на большие расстояния Кроме того, мое черепное положение указывает на определенную степень двуногости, так как основание черепа, имеющее небольшой размер, расположено чуть выше позвоночника, а таз, бедренная и большеберцовые кости указывают на двуногость Пропорции моей физической конституции в значительной степени отличаются от пропорций шимпанзе или современного человека, что предполагает, что эти различия возникли после разделения двух видов Размер моего мозга составлял приблизительно 350 кубических сантиметров, как у шимпанзе Мой рост был около 1,2 метра, а вес – около 50 килограммов Что касается зубов, то у меня есть сходство с современными обезьянами, но также и некоторые характеристики, которые показывают родство с человеком Размер моих маляров был относительно большим по сравнению с другими зубами Толщина моей эмали была меньше, чем у австралопитика, но больше, чем у шимпанзе Мои премоляры были расположены так же, как и у людей Эти и другие характеристики указывают на то, что я питался в основном овощами, хотя мог также есть позвоночных и мелких насекомых, так что у меня была более всеодная диета, чем у шимпанзе Возможно, что я также ел фрукты, орехи, яйца и мелких млекопитающих Когда я жил 4 миллиона лет назад, Арамис был пышными джунглями с протекающими через них реками и ручьями, похожими на очень влажный лес без дождя Фауна состояла из таких животных, как слоны, антилопы, жирафы, саблезубые жирафы, некоторые виды обезьян и несколько видов птиц Нет никаких доказательств наличия специфических культурных атрибутов Однако, возможно, они использовали простые инструменты, похожие на те, которыми пользуются современные шимпанзе, такие как ветки, палки и другие легко манипулируемые растительные материалы, а также немодифицированные камни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова